Омега-3, 6, 9 жирные кислоты, АЛК, ДГК, ЭПК. Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Давно уже планировал сделать я видео о омега-3 полиненасыщенных жирных кислотах, тем более с участившимися в последнее время видео на различных каналах о недостатке получения, особенно веганами и сыроедами из пищи омега-3 жирных кислот, в первую очередь ЭПК и ДГК. Нам говорят, что в препаратах, то есть БАДах и лекарственных капсулах, они уже окислены, и это со временем приводит к раку и к другим болезням. Об этом говорила, например, Виктория Бутенко. Так вот, необходимо мне все это вам пояснить, раскрыть и потом закрыть эту тему раз и навсегда. Как я уже давно закрыл вопрос про Б12, сделав исчерпывающее видео на эту тему. А из данного видео, которое вы сейчас смотрите, вы узнаете про основные омега-3, АЛК, ЭПК и ДГК, где и в чем они содержатся, в каких продуктах их больше всего и каковы нормы их потребления в сутки. Я дам числа, таблицы, расчеты по омега-3 и омега-6 жирным кислотам и их соотношениям. Подробно расскажу о ДГК, важнейшей омега-3 жирной кислоте. Почему она так важна? Для чего необходима? Где она содержится? Откуда она появляется в природе и как передается человеку? Как влияет на здоровье и болезни? Как получить ЭПК и ДГК из питания? И можем ли мы сами синтезировать эти жирные кислоты в нашем организме? И тогда каким образом? Какие факторы влияют на ее синтез у нас в организме? Расскажу я и про рыбий жир и про водоросли. Итак, приятного просмотра. Начинаю. А вы слушайте, изучайте, пересматривайте и выписывайте. Начнем с омега-9. Омега-9 жирные кислоты – это мононенасыщенные жирные кислоты. Они не являются незаменимыми жирными кислотами. То есть, они не являются эссенциальными. В отличие от классов омега-3 и 6, так как могут быть синтезированы человеческим организмом в нужных количествах из ненасыщенных омега-3 и 6 жирных кислот. И, следовательно, они не являются необходимыми в нашем питании, специально в диете. И о них мы говорить не будем. Тем более, вы их всегда получите из тех же продуктов, в которых есть и омега-3 жирные кислоты. Получите в достаточном количестве. Омега-6 жирные кислоты. Их 11 видов. Ну, в первую очередь, и главное, это линолевая кислота ЛК и арахидоновая кислота АК. Арахидоновая кислота синтезируется в организме из линолевой в достаточном количестве. Омега-6 жирные кислоты всегда есть в организме в избытке на любом типе питания. Более того, их норма по отношению к омега-3 жирным кислотам в современном питании превышает предел в 5, а то и 10 раз, что приводит ко многим заболеваниям. Про идеальное соотношение омега-6 к омега-3 я расскажу чуть далее. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Их всего 11 видов. Основные, самые главные для нас омега-3 жирные кислоты это АЛК, ЭПК и ДГК. Начнем с АЛК. АЛК это аббревиатура. Означает она альфа-линоленовую кислоту. Она есть и в растительных и в животных продуктах, в их тканях. Много ее в льняном масле и в семечках, в сои и других маслах. В каштанах, в смородине, в семенах конопли, чия, кенуа. В кенуа, например, 8,35 грамма на 100 грамм продуктов. Очень много. В сои, кстати, 3,2 грамма. Не рекордсмен. В портулаке и то больше 4 грамма на 100 грамм продуктов. В грецких орехов, в пекане по 0,7. В шпинате, редисе, чечевице и брокколи по 0,1 грамму. В цветной капусте и авокадо тоже 0,1 грамм. Как и в клубнике и в малине. И потому, кстати, ешьте больше не фрукты даже, а именно ягоды. Особенно дикие. Теперь посмотрим таблицу, а я поясню и прокомментирую. Если в оливковом масле, всем так любимом, АЛК 0,5-0,6% от общего количества всех жирных кислот в масле, то в льняном масле, к примеру, аж 50-53% и выше. То есть в 100 раз больше АЛК в льняном масле, нежели в оливковом. Для интереса скажу, что в листьях арахиса рекордное содержание на планете АЛК. 49 грамм, почти 50 на 100 грамм продукта. Но если их не будешь, да и зачем АЛК столько? А сколько же АЛК содержится в продуктах животного происхождения? Сравним. А вот, посмотрите. В рыбе и рыбьем жире практически ее нет. Если в рыбьем жире и сардин АЛК 0%, то ДГК, о которой я расскажу далее, 16, а ЭПК 10. В рыбьем жире лосося АЛК 0%, тогда как ДГК 1, а ЭПК 8-9%. В рыбьем жире с печени трески АЛК тоже 0%, тогда как ДГК до 1%, а ЭПК до 12%. Льняное же масло содержит ЭЛК 16%, а АЛК до 57%, то есть омега-6 в 3 раза меньше в нем, чем омега-3, что является идеальным соотношением между омега-6 и омега-3 жирными кислотами. Внимание, из АЛК в нашем организме синтезируются и ЭПК, и ДГК, но вот в каких количествах достаточно ли? От чего зависит этот синтез? Слушайте далее. ДГК. Считается, что ДГК, как, впрочем, и ЭПК, содержится только в продуктах животного происхождения. Но это не так. Говорят, что больше всего ДГК в морепродуктах. Она считается незаменимой омега-3 жирной кислотой. Она играет важную роль в поддержании здоровья человека. Это истинная правда, в особенности головного мозга, зрения и сердечно-сосудистой системы. Она избирательно концентрируется в клетках головного мозга и регулирует очень много важных функций головного мозга. Но как ДГК попадает в пищевые цепи и сети экосистемы? Откуда ее так много в рыбе? Особенно в некоторых видах рыб. А вот откуда. Именно цианобактерии, в особенности микроводоросли, как морские, так и некоторые пресноводные, имеют способность трансформировать альфа-линолевую кислоту в докозагексоеновую, то есть ДГК. Именно микроводоросли, то есть фитопланктон и многоклеточные водоросли до сих пор остаются оригинальными и уникальными и изначальными источниками ДГК на планете. Вот основы биологии и биохимии в данном вопросе. Они разнообразные виды рыб. То есть опять первоисточник это растение, как и все в природе, как и все на нашей планете. А что насчет морских и речных рыб и иных животных, морепродуктов? Ну некоторые ракообразные, например, крылья, креветки и рыба питаются водорослями и планктоном. И так начинается все с фитопланктона, с микроводорослей, в основном одноклеточных, которые синтезируют и накапливают в себе ДГК. Их по пищевой цепи поедает зоопланктон. Например, в пресной воде это микрорачки дафнии. В морской воде морские аналоги. Далее ДГК, как и ЭПК, переходит по пищевой цепочке малькам рыб, которые питаются зоопланктоном и фитопланктоном тоже. Далее тем, кто поедает мальков и подросших рыб этих видов. И так доходит до хищных и крупных хищных видов. То есть консументов второго и третьих порядков. Ну вспомните мои лекции по органическому земледелию и по экологии. Например, лекция лес и почва. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. То есть хищные рыбы, лосось, тунец, поедают мелкую рыбу, питающуюся преимущественно многоклеточными и одноклеточными водорослями, водорослями, а также зоопланктоном. Это способствует повышению содержания в тканях этих хищных видов рыб ДГК, особенно обитающих в холодных водах, что и становится источником ДГК для человека, который употребляет эти виды рыб в пищу. Так а зачем нам нужны омега-3, особенно ДГК? Для чего нам нужны ДГК? В клетках головного мозга содержание ДГК очень высоко. Благодаря этому нервные импульсы легко проходят между ними. От этого зависят и память, и воспроизведение информации. От этого зависят умственные способности, умственная работоспособность, поведенческие функции человека. Уменьшение же ниже нормы ДГК в крови приводит к ухудшению невербального мышления, гибкости мышления, оперативной памяти и словарного запаса при формировании и росте детей и в старости. Пониженный уровень ДГК сопряжен и провоцирует и ускоряет ряд психических расстройств, включая и депрессии, и слабоумие, и шизофрению болезни Альцгеймера. А почему ДГК так важно для зрения? Дело в том, что эта жирная кислота накапливается в фоторецепторах и участвует в межклеточных сигнальных путях, преобразуя световые сигналы в нейронные сигналы. Содержание ДГК в составе зрительных клеток достигает 50%, благодаря этому они имеют очень эластичные и легко проницаемые стенки и легко пропускают зрительные импульсы, а мы обладаем положенным нам от природы четким зрением. При недостатке этой кислоты в организме человека клеточные оболочки зрительных клеток заполняются другими, более вязкими жирами, и зрение ухудшается. Также абсолютно известно, что зрение ребенка и формирование его центральной нервной системы напрямую зависит от того, сколько ДГК кислоты он получал, не то что в период своих первых дней жизни, а даже во время внутриутробного развития в организме матери и в процессе, конечно же, грудного вскармливания. Помимо важности для зрения ДГК, необходимый обеспечивает работу нервной системы, сперматозоидов и сердечно-сосудистой системы и составляет норма 200-250 мг в сутки, а у беременных кормящих женщин эта потребность возрастает до 300 мг в сутки. Именно эти дозы следует считать профилактическими. Но многие врачи-исследователи сейчас рекомендуют потреблять не менее 1 г в сутки, поэтому будем считать, что если синтез естественного организма работает, то достаточно и 200, и 300 мг в сутки, но если этот процесс не идет, плохо работает, то тогда 1 г будет необходимым. Теперь расскажу про важность ДГК для сердечно-сосудистой системы. Да, этой жирной кислоты много в стенках кровеносных сосудов, питающих головной мозг и органы зрения. Там она вступает в качестве необходимого компонента для синтеза крайне важных регуляторных веществ, которые поддерживают нормальную текучесть крови и препятствуют спазму сосудов, что очень важно, обеспечивая полноценное питание клеток мозга. ДГК также снижает уровень триглицеридов в крови и повышает уровень содержания хорошего холестерина, то есть ЛПВП, то есть липопротеиды высокой плотности, а также снижает кровяное давление и улучшает состояние эндотелии всех сосудов. Поэтому при артериальной гипертензии необходимо и желательно дополнительно принимать ДГК до отметок нормы. ДГК также крайне важна для нормального развития детей. Она крайне необходима в период внутриутробного развития ребенка. В первую очередь для его головного мозга важный период развития головного мозга – это фаза роста с последнего триместра беременности до двух лет жизни ребенка. Во время этого периода происходит накопление ДГК в тканях головного мозга. Таким образом, развивающийся мозг особенно уязвим к недостаточности питательных веществ, особенно омега-3 жирных кислот, из-за быстрого развития неврологических процессов. Кроме того, некоторые исследования продемонстрировали при приеме ДГК существенное снижение агрессии у подростков в период сильного умственного напряжения, например, при сдаче экзамена. Рыбий жир не обязательно содержит много ДГК. Нормы суточного потребления ДГК можно добиться, используя в качестве исходного сырья не нестабильный рыбий жир, который быстро окисляется, приводя к серьезным проблемам, и об этом сейчас многие ученые говорят, и к тому же всегда будет содержать другие полиненасыщенные жирные кислоты, как его не очищай, а использовать исключительно масло морских водорослей. Это разумно и правильно. И это выход. Как я уже говорил, ДГК из водорослей – это первоисточник. Лучше ведь пользоваться всегда первоисточником. Это разумно. Ведь именно водоросли синтезируют ДГК и ЭПК в природе, тогда как все рыбы получают ДГК по пищевой цепочке, поедая либо сами водоросли, либо мелкие морские организмы, питающиеся этими водорослями. И именно открытие технологии выделения ДГК из водорослей позволило решить проблему компенсации ее дефицита у широкой группы людей, которые не принимают по какой-то причине на основе рыбьего жира. Это веганы, в первую очередь, естественно, по этическим соображениям, не потребляющие рыбу и продукты из нее, а также люди с аллергией на рыбу и морепродукты. Особенно в случае, как правило, плохого очищенного и окисленного рыбьего жира в капсулах. Итак, ЭПК и ДГК содержатся не только в животных продуктах и, в первую очередь, рыбе, но и в растениях, как мы это уже и выяснили. А также ЭПК и ДГК синтезируются у нас в организме из АЛК. Но у многих людей в недостаточных количествах, и на то есть свои объективные причины. В среднем из АЛК в ЭПК преобразуется от 5 до 20% АЛК. Из АЛК в ДГК преобразуется от 2 до 10% АЛК. Почему же такая шумиха вокруг ЭПК и особенно ДГК происходит в последнее время? Да потому что именно у веганов и у веганов-сыроедов часто эти полинасыщенные жирные кислоты в дефиците. И считается, хотя они в дефиците и у мясоедов часто бывают, что поскольку веганы не едят животную пищу, то они не получают их, и они находятся в зоне риска. Но не учитываются эти факты, что эти жирные кислоты способны синтезироваться, и количество и качество синтеза зависят от питания, образа жизни конкретного человека и семьи, от питания теми же водорослями, от приема препаратов, содержащих эти полиненасыщенные жирные кислоты. К тому же нет точных и обоснованных научных данных о нужном количестве этих жирных кислот питания, и нет точной нормы содержания в крови, как никто не знает и нормы усвоения тканями, содержащиеся в крови этих жирных кислот. То, что у мясоедов, особенно у тех, кто потребляет много рыбы в пищу, эти концентрации выше, не говорит о том, что эти нормы должны быть именно такими. Есть еще один очень важный момент. Если уровень концентрации этих жирных кислот совсем низок, и при дальнейшем уменьшении состояние самочувствия ухудшается, это одно дело. Если же для достижения условно приняты нормы по верхней границе таблиц, вы будете потреблять ту же рыбу или готовые препараты, содержащие ДГК и АПК, то свой собственный и естественный синтез, который у каждого существует в той или иной степени, будет снижаться. Как это происходит, к примеру, с гормонами. Потребляя эти гормоны, свои родные будут меньше вырабатываться, зачем организму это нужно. И всегда, если в организм что-то поступает извне, то, что естественным путем синтезирует сам организм, то организму нет смысла это вещество производить самому. А потому у рыбы и мясоедов свой синтез идет в меньшем количестве, нежели у веганов, тем более у веганов с рождения. У детей, выросших в семьях, веганы, синтез этих жирных кислот идет гораздо интенсивнее, нежели у их родителей, которые полжизни до того ели мясо, рыбу с макаронами и пельменями. Ну, естественно. Это как с B12. Я много раз наблюдал, когда дети с рождения вегана имели норму B12 без потребления, в таблетках, спреях, без уколов, тогда как их родители имели дефицит B12. И это при одном и том же питании в семье. Но постепенно при переходе на веганский тип питания собственный синтез увеличивается, если нет проблем со здоровьем. Но, конечно, если есть дефицитное состояние и самочувствие не лучшее, есть критерии риска, то стоит, обязательно стоит принимать эти жирные кислоты или с едой или в виде препаратов, по крайней мере в начале, постепенно уменьшая дозы и проверяя по анализам тенденции каждые три месяца. И лучше всего и правильнее получать эти жирные кислоты с водорослями и препаратами на основе водорослей. Самый лучший вариант в чистом, органическом, без примесей, искусственных добавок и консервантов в виде. А такие препараты есть. Я долго изучал, что выпускает мировой рынок, где какое качество, соответственно, производство, очистки и так далее. И расскажу вам обязательно в следующем видео. Бывает, что люди приносят с собой в новую, скажем, при изменении питания, веганскую жизнь, болезни и болезненные состояния из прошлой жизни. Такие, как многочисленные болезни ЖКТ, включая синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный кали, дырявый кишечник и подобные. Когда из пищи трудно получить должное количество тех или иных элементов, не только жирных кислот. Поскольку при данных состояниях разные питательные вещества плохо перевариваются в кишечнике и усваиваются из кишечника в кровь, и тканям их тогда не хватает. И тогда нужно вылечить, ликвидировать это состояние, эти заболевания в процессе перехода на естественное питание, на веганство и сыроедение. А в проблемах плохого усвоения жирных кислот, как и других жизненно важных элементов питания, не сыроедение или веганство виноват, а запущенное состояние здоровья, хроническое вяло текущее состояние организма и болезни его. Многие состояния и заболевания усиливаются, усугубляются при любой смене диеты, при любой. И тогда начинаются и временно продолжаются нездоровые состояния. Просто нужно это учитывать и лечить свои хронические болезни, и всё. На синтез АПК и ДГК влияет много факторов. Это и наличие и поступление с пищей некоторых витаминов, минералов, а также соотношение между омега-3 и омега-6 жирными кислотами. А именно, большой перекос в сторону омега-6, к сожалению, тогда уменьшается синтез АПК и ДГК в организме. Сейчас питание среднестатистического человека, это соотношение 1 к 21 к 40 и даже более. А при таком соотношении синтез АПК и ДГК уже снижается до 50%, так как при данных условиях снижается активность ферментов конвертации. Это разные десатуразы. Конвертации я имею в виду из АЛК в ЭПК и ДГК, так как эти ферменты ограничены. И омега-6, и омега-3 жирные кислоты борются за эти ферменты, конвертаторы. Кстати, эти ферменты активируют ещё такое вещество, которое называется куркумин. Оно содержится в корне куркумы, в корневище. Я рекомендую употреблять сок корневища куркумы с добавлением в него небольшого количества перед приёмом молотого чёрного перца. Сок лучше порошка куркумы, гораздо активнее. Для идеального синтеза нужных нам жирных кислот, необходимое соотношение между омега-3 и омега-6 жирными кислотами составляет 1 к 3, ну максимум 1 к 4. Помните, что я говорил в видео про кето-питание, посмотрите, кто ещё не смотрел. Уберите из растительных масел всё, кроме льняного. Не стоит потреблять разные масла. Разнообразие здесь не нужно, в данном вопросе просто нет смысла. Достаточно в те же салаты добавлять всегда и только льняное масло. Конечно, можно и кунжутное, и кедровое, и органовое, но иногда, для разнообразия, а не постоянное. Нужно уменьшать потребление семечек и других продуктов с высоким содержанием омега-6 жирных кислот. Кокосовое же масло состоит на 91% из насыщенных жирных кислот, а не из полиненасыщенных жирных кислот. Это разные группы. Состав в этом смысле у него близок к сливочному маслу и идеально подходит как один из компонентов, к примеру, для кето-диеты. Причем, естественно, и веганская кето-диета. Это масло стоит потреблять, но обязательно нужно уравновешивать баланс суточного потребления льняным маслом в салаты. А кокосовое масло стоит просто рассасывать несколько раз в день перед едой от одной второй до одной чайной ложечки для начала несколько раз в день. Можно и даже стоит жарить, ну кто жарит, конечно, именно на кокосовом масле. Тогда эта пища будет меньше окисляться и в ней будет меньше свободных радикалов, как от жарки на любых иных растительных маслах, состоящих из омега-3, омега-6 жирных кислот. Да, и вони не будет по квартире, по дому именно по этой причине. То есть минимального окисления. Кстати, именно мишленовские рестораны пользуются для жарки именно кокосовым маслом. Конечно, оно важно, чтобы было органическое, и у нас такое есть. Если кто захочет, пожалуйста, смотрите по ссылочке под видео. И я рекомендую, что, коли об этом разговор зашел, посмотрите, кто не видел беседу с моим коллегой, с поставщиком лучшего в мире кокосового масла, по ссылочке будет данное видео. Обязательно посмотрите вот эти две таблички про состав жирных кислот в кокосовом масле. Их там 9. А вот оливки, авокадо, многие виды орехов, они содержат в основном мононенасыщенные жирные кислоты, омега-9. И это хорошо и не опасно. А омега-6 там мало, и это хорошо и прекрасно. Вот табличка, еще раз, чтобы посмотреть, какие продукты, по крайней мере, малая часть из них содержат. И вы видите, что содержание омега-9, жирных кислот, высоко во многих продуктах, а его много не нужно. Поэтому и думать о его значимости нет необходимости для тех, по крайней мере, кто не хочет глубоко изучать эти вопросы. Чтобы организм мог сам синтезировать больше ДГК и ПК из АЛК, не допускайте в пищу трансжиры. Потребление трансжиров, а это то же самое, что гидротированные продукты на упаковках, это написано. То есть, по сути, маргарина и всех производных от него, и всех продуктов, содержащих его, от крекеров и печенья, до всех прочих неестественных в виде чипсов, так называемых продуктов, сильно снижает синтез ЭПК и ДГК. Это помимо канцерогенных свойств для всего организма подобных продуктов. Сильно снижается синтез ДГК и ЭПК при большом количестве жареной пищи, фритюра, фастфуда. Какие еще объективные факторы? Алкоголь – это злейший враг ДГК и ЭПК. Недостаток аминокислот для нужд организма тоже фактор. Недостаток витаминов группы В, потом таких минералов, как медь, цинк, магний, кальций в хилатной органической форме. Недостаток АЛК в пище тоже способствует снижению, соответственно, синтеза естественным путем ЭПК и ДГК в организме. Потом плохое усвоение АЛК. Ну и отравление тяжелыми металлами, токсичными веществами вроде диоксина, формальдегида, фенола и различными тяжелыми металлами. В общем, можно повысить уровень синтеза ЭПК и ДГК и без добавок. Но если только этим процессом что-то не мешает, дефицит ЭПК тоже допускать нельзя. А поэтому нужно периодически проверяться и принимать меры, в том числе применять биодобавки, но только качественные. А что стоит потреблять в пищу? Что содержит правильное соотношение омега-3 к омега-6 жирным кислотам? Лен и льняное масло, конопля, конопляное масло. Но только био. Грецкие орехи, пекан и, главное, водоросли. А куркумин нужно принимать совместно с продуктами, богатыми АЛК. Можно потреблять до или после салата с льняным маслом, выпивать одну столовую ложку сока, корневища куркумы. Или посыпать этот салат порошком, то есть куркумином концентратом. Необходимо есть больше зелени, дикоросы, вроде крапивы и сныти, пить чистую и водородную воду с ОВП от минус 100. Да и все разумные правила ЗОЖ, именно разумные, объективные, весомые, важны. Внимание! При серьезных заболеваниях, при болезнях ЖКТ, при сахарном диабете, при аутоиммунных заболеваниях и при хроническом дефиците этих жирных кислот необходимо потреблять разнообразные морские водоросли, тот же фукус в гелеобразной форме натив и прочее. Ну и надо принимать дополнительно концентраты этих жирных кислот, полученные экологическим способом, без окисления, из красных и иных водорослей, богатых, особо богатых этими жирными кислотами. Посмотрите таблицы. Ну вот вы видите, в верхней части таблицы какие виды рыб, некоторые, да, содержат какое количество ЭПК и ДГК совместно. А вот посмотрите, они же микроводоросли какое количество содержат. Рекорд какой здесь? Ну, во-первых, если проанализировать таблицы, мы видим, что такие водоросли, как лабиринтулы, они рекордсмены, содержат до 45% ДГК и ЭПК, да? То есть, такое количество, которое не содержит никакие рыбы, кроме одного вида. Вот посмотрите про экологию именно этих групп водорослей. Вот из этих водорослей и добывают, и перерабатывают, и концентрируют эти жирные кислоты в препаратах. Нужно потреблять больше льняного масла, в идеале вакуумного отжатия, чтобы не было как раз окисления. Помните, ДГК и ЭПК окисляются при переработке рыбы и добывании именно жирных кислот из рыбы. А вот из водорослей окисление практически не происходит. Норма потребления ДГК в сутки 1-2 грамма. Оптимальной профилактической для здоровых людей будет являться пропорция ДГК-КПК в соответствии 5 к 1. А поскольку это соотношение при потреблении продуктов, богатых ДГК, всегда соблюдается автоматически, и ЭПК есть в тех же продуктах, в которых есть ДГК, то подробно рассказывать о ЭПК просто нет смысла. И так получилось не короткое видео. Для получения из АЛК необходимого количества ДГК и ЭПК при условии идеальных условий синтеза организмом ДГК и ЭПК из АЛК, из льняного масла, к примеру, без поправок на понижающие коэффициенты проблемного синтеза ДГК и ЭПК из АЛК, необходимо порядка 50-70 граммов льняного масла в сутки, то есть 5-7 столовых ложек. То есть из 5-7 столовых ложек, теоретически, да и практически тоже, если идеально работает организм, синтез естественный, можно получить суточную дозу нормы и ДГК и ЭПК. А у некоторых людей это работает, как я уже говорил выше. И от каких факторов это зависит, я тоже уже вам рассказал. Итак, в завершении, что хочу сказать. Ну, конечно, я коснусь еще темы жиров и жирных кислот других лекций своих. Обязательно посмотрите под этим видео, нажав слово «Еще» по ссылочкам. То, что я рекомендую. Это как раз к теме относится и к близким темам. Ну и в завершение хочу пожелать вам крепкого здоровья, здравомыслия. Смотрите мои видео, в них вы узнаете много важного и нового. Кто не подписался еще, подписывайтесь на мой канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. И, соответственно, делитесь с друзьями, знакомыми в соцсетях и лично моими видео. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания.